В преддверии 9 мая по всей стране и за ее пределами состоялся диктант Победы. Этот масштабный тест на знание истории Великой Отечественной войны прошел в шестой раз. В Свердловской области было организовано 674 площадки для написания диктанта Победы. Конечно же, Азбест не остался в стороне. Сегодня важно, чтобы преемственность поколений была. И мы видим, что диктант Победы объединяет сегодня всех. Это ветеранов, тружеников тыла, представителей старшего поколения, мужчин, женщин, молодежь, спортсменов. И я вижу, что приглашение к участию в диктанте Победы поддержано большинством. Сегодня во всех школах города Азбеста проводится эта акция. Стартовал диктант Победы в сердце России, Москве, в Музее Победы на Поклонной горе. Как рассказали организаторы, к акции присоединились многие известные политики, спортсмены, деятели культуры. Поддержали диктант даже космонавты с Международной космической станции. До непосредственного написания участникам были оглашены правила. Диктант Победы проводится в форме тестирования. Время написания диктанта 45 минут. Во время проведения диктанта Победы вы должны соблюдать правила. В день проведения диктанта Победы на площадке сдачи запрещается пользоваться средствами связи, электронной вычислительной техникой, аудио, фото и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации. Выносить с площадки бланк ответов задание диктанта Победы, фотографировать задание диктанта Победы. Каждому участнику присваивался индивидуальный идентификационный номер. По нему впоследствии можно узнать результаты теста на официальном сайте диктанта Победы. Кроме того, после прохождения тестирования участники получили сертификаты. Любой желающий, кто по какой-либо причине не смог пройти тестирование очно, может это сделать онлайн. Опять же, на официальном сайте диктантпобеды.рф И, наверное, не случайно лозунг диктанта Победы четко определяет смысл. Знать – значит помнить. И я горжусь тем, что мои земляки четко понимают, что значит знать историю и как ценить великую победу.